Денис, приветствую тебя! Привет всем! Торговая сессия четверга, время нашего с тобой совместного эфира, когда мы вместе с разных сторон смотрим на рынки, но, честно говоря, в последнее время и это время уже долгий период длится, мы придерживаемся одного взгляда на тенденции и траектории движения инструментов, за которыми мы следим. В общем, наши прогнозы с точки зрения фундамента и техники, они сходятся, и мы видим то, что среднедолгосрочно эти идеи, собственно, себя отрабатывают. Поэтому очень надеемся, друзья, что вы прислушаетесь к советам и, собственно, пропуская, опять же, еще через ваши собственные фильтры представление того, что на рынке происходит, и, может быть, как основа дополнительной технического анализа, уже будете выходить на какие-то качественные торговые решения. Денис, тебе большое спасибо, что снова, как всегда, нашел время, чтобы на рынке сейчас вместе со мной посмотреть преддверие выхода данных на OnFarmPetals. Это очень важный насчет этой недели. Мы понимаем, что рынок сейчас очень чувствительен к американской статистике, потому что на рынке одна основная идея. Эта идея еще и большой головняк для трейдеров, когда же ФРС скорректирует политику, начнет возможность снижать процентные ставки, потому что от этого уже будет зависеть то, что с долларом будет дальше. Мы этим вопросом тоже озадачены, поэтому я, как с позиции фундамента, стараюсь найти ответ, что же, в принципе, от доллара можно ожидать дальше. Я предлагаю сегодня снова остановиться на нашем традиционном вступительном активе. Мы его с разным стороном рассматриваем. Это индекс доллара и евро-доллар. Ну, одинаковая корреляция. По сути, можно проанализировать динамику одного инструмента и с вероятностью 100% сказать, что будет с другим активом, потому что там схожая динамика. Можем сегодня посмотреть еще золото, учитывая то-то интересное открытие понедельника. И мы, друзья, все стали свидетелями того, что золото обновило новый исторический максимум. В принципе, это тоже было прогнозируемо. Ну, может быть, не настолько высоко. Я ожидал, что золото может забраться. Но то, что золото в текущих условиях должно было обновить максимум, в принципе, мы это увидели. Единиц, можем посмотреть еще на рынок нефти. Как тебе такой набор активов? Нормально? Да, без проблем. Ну, супер. Давайте начнем с меня. Так, секундочку. Индекс доллара 103.86. Как я уже отметил, мы ждем данные Non-Farm Perils. Завтра. Вчера вышел отчет ADP, который традиционно предваряет данные по Non-Farm Perils. И если в целом сейчас обсудить общую ситуацию на рынке труда США, больше вопрос, опять же, к статистике, потому что что первичные заявки на пособие по безработице. На прошлой неделе мы видели, их общее число достигло миллиона девяносто трех. Это максимум за последние два года. И сегодня, кстати, поскольку торговая сессия четверга, будет обновленный риск по первичным заявкам на пособие по безработице. ADP вчерашний 103 тысячи новых рабочих мест, прогноз 103 тысячи, и прошлое значение, оно было пересмотрено с понижением. Но даже с учетом того, что оно было пересмотрено с понижением, фактическая цифра прошлого месяца оказалась даже еще хуже. Я руководствуюсь такого традиционного, традиционным подходом того, что Non-Farm, скорее всего, будут примерно такими же. Не ожидаю ничего хорошего завтра от выхода данных по состоянию американского рынка труда. И допускаю, что статистика снова разочарует. Поэтому я сторонник идеи того, что доллар будет позиционно снижаться и дальше. Потому что, ну мы как ни крути, все-таки приближаемся к первому решению Педрезерва за долгое время по снижению процентной ставки. И судя по инструменту FedWatch Tool, вероятность того, что ставку снизится, например, в марте, сейчас составляет больше 50%, и эта вероятность постоянно растет. Я за шарты продажи и по индексу доллара, соответственно, ожидаю дальнейшего развития нисходящей динамики с целями 103.50 и 103. Так, что касается золота, очень много вопросов, даже вот комментарии к брифингам, которые записывают, что же, в принципе, от золота стоит ожидать дальше. Ну, во-первых, золото всем еще раз напомнилось, что такое гиперволотизм на рынке. Потому что я думаю, что те, кто торгует с плечом и неправильно определил направление, ну, конечно же, в живых уже никого не осталось, потому что такие движения выносят всех. Я, когда в прошлый раз отстраивал свое представление и давал рекомендацию по золоту, рекомендовал обращать внимание на рыночный сантимент, который доступен каждому клиенту компании «Амаркетс», тогда прям толпа явно сидела в продажах, и золото подбиралось к сопротивлению 1050, и когда, собственно, этот уровень тестировался, мы увидели, что позиционирование на рынке особо не менялось. То есть этот уровень был не настолько критичным, чтобы трейдеры вынуждены закрывались по стоп-аутам, я имею в виду толпа. И сейчас ситуация изменилась, мощное движение рынка 2145, скажем так, это новый исторический максимум, ну, чуть пониже. И большое количество трейдеров, к сожалению, сейчас уже с рынка ушло, но если анализировать текущие данные сантимента, то все равно толпа находится в коротких позициях, правда, указатели не такие уже качественные, если раньше там были значения 2080, перевес 80 в продажах 20 покупателей, то сейчас 65-35. Что ожидать от золота дальше? Поскольку я дал рекомендацию потенциального снижения доллара, я хочу напомнить, что также я уверен в снижении доллара, потому что уверен в том, что будут снижаться доходности американских облигаций, они и так уже на многомесячных минимумах, и это должно оказывать поддержку рынку драгоценных металлов. Поэтому, если, друзья, вас не пугает волатильность, которая уже случилась, если вы еще считаете, что нужно рисковать на рынке драгоценных металлов, то я бы поддержал идею покупок, может быть, даже с текущих уровней, но лучше дождаться уже там движения выше 2040 долларов за трейс-консул и брать там. Те, кто хочет рискнуть сейчас, опираясь на показатели сантимента, ожидания снижения курса доллара, то можно брать целями там 2070 и потенциально даже повыше. Думаю, что при продолжении такого роста, как наблюдается сегодня с азиатской сессией, эти уровни будут достигнуты уже к моменту нашего с тобой следующего эфира, то есть в следующий четверг. И рынок нефти – это тотальное игнорирование того новостного фона позитивного, который складывался на рынке, это заседание ОПЕК. Да, сейчас можно сказать, что решение не совсем то, на которое рассчитывали сверхоптимисты, но как ни крути, ведь согласовали, с одной стороны, продление добровольного сокращения производства, с другой стороны, отдельные страны еще и дополнительно снизят объем нефтедобычи. То есть потенциально с рынка будет убрано еще 2,2 миллиона баррелей. Это с учетом прежних решений по снижению добычи Саудовской Аравии и России. Но 2,2 – это много, на самом деле, для глобального рынка. Но почему-то этот фон не оказал поддержку рынку нефти. И даже события вот в понедельник, с выходных, когда мы говорили об эскалации напряженности на Ближнем Востоке, даже этот фон не стал причиной роста котировок нефти. Вчера вышли данные по запасу нефти США. Запасы снизились, в нормальных условиях рынок должен был подрасти, но вместо этого мы увидели многомесячные минимумы. Нефтянка сейчас игнорирует вообще тотально фундаментальный фон. Если у тебя, Денис, будут советы по тому, какие сейчас лучше использовать уровни с точки зрения технического анализа, будет очень круто, потому что мне тоже интересно. Но я для себя отстроил такую позицию, что если рынку плевать сейчас на фундаментальный фон, а по сантименту у нас не просто толпа, а почти 90% сейчас сидит в покупках, в расчете на разворот нефтянки, я думаю, что снижение может продолжиться. И ранее давал рекомендацию с целью 75, сейчас я допускаю, что нефть может пойти дальше к уровню уже 70 долларов за баррель. Поэтому по нефтянке у меня рекомендация на исключительные шорты и доминирование дальнейших продавцов. Слово тебе, Денис. Так, мне тем более есть что сказать. Но сразу могу сказать, у нас сегодня с тобой 50 на 50. Я отчасти согласен, разве что за исключением индекса доллара. Но опять-таки здесь все зависит от горизонта. Потому что каждый может быть прав по-своему, но в своем горизонте видения ситуации. Значит, по поводу евро, с него как раз начнем. Сказал по поводу того, что будет укрепляться. Локально я соглашусь. Опять-таки все зависит от горизонта. Но учитывая то, насколько у нас неоднократно делал акцент на кумулятивной дельте, что каждый раз при ее сильном снижении у вас происходил перехай. Вот раз, вот здесь два. Вот здесь, кстати, был тоже третий. И вот уже на четвертый раз, если при снижении кумулятива у нас происходит перекрытие предыдущего сегмента, здесь это произошло как раз еще 4 декабря в начале недели, то тогда это называется кумулятивной разворотной свинки. И в основном цена продолжает потом снижение. И кумулятив очень часто летает, как мы сейчас видим, в обратную сторону. То есть тем самым сигнализируя, что если движение вверх будет, то это движение будет носить именно коррекционный характер. Поэтому я предполагаю, что если, опять-таки здесь очень ключевой момент, если будет коррекция, то вот здесь в районе 1-2 маржиналки, в районе вот этой зонки накопления у нас будет самая выгодная область для продаж. Локальное я евро все-таки вижу в районе 1.0650-1.07, а вот после этого уже вверх. То есть если такое более стратегическое сделать планирование, то хотя бы вот так покажем, то приблизительно вот в таком виде. Но я не думаю, что текущие локальные минимумы, они будут финальными. То есть я даже практически уверен в том, что они не станут финальными. А вот здесь как раз вот в этом накоплении в районе 1.0650-1.07 вот здесь будут гораздо интереснее. Естественно, мы можем вот по профилям раскинуть. Четко будет видно, что частичное прошлое накопление, частичное текущее. То есть вот почему выделена зона. У нас это такая совмещенная зона продавцов с профильными. И если внизу мы раскинем весь огромный вообще сегмент накопления, то он будет просто, понятно, самым сильным вообще во всем этом диапазоне. Но тем не менее, то есть если не считать самую нижнюю часть, то рейтинговый объем после верхнего у нас будет находиться внизу вот здесь. То есть это не считая вот этого вот глобального. Так что при таком раскладе, ну я считаю, что у нас все-таки вниз будут добивать. И даже по вертикальным объемам хорошо видно, что те, которые были повышены у нас вертикальные объемы, они каждый раз имели проталкивающий характер, за исключением только лишь вот этой свечи. Вот здесь вот я чуть-чуть так поднапрягся, потому что могли на самом деле отскочить, но футпринт был более-менее пропорционально распределен. Обычно кульминации при пропорциональном футпринте редко происходят. И в итоге действительно потом перекрыли вниз-вниз-вниз. В общем, лично моя рекомендация, что если будет движение вверх, в район 1.08,5 и 1.09, то отсюда лучше всего продавать с целью приблизителя 1.06. По пути, ну это не самое выгодное, конечно, область сделать, потому что, как мы видим, коррекции здесь пока еще не было. Так что если она будет, то это хорошее место для продажи. По индексу доллара, кстати, ситуация очень похожа. Понятное дело, что в обратном виде, из-за того, что 56,5% в весе индекса доллара занимает евро. И здесь какая ситуация. Я еще у себя на открытом канале на прошлой неделе публиковал пост о том, что ожидал вот с индекса доллара заходное движение вниз вот с этой зоны продавцов. Значит, цена один раз подошла, локально небольшой отскок сделала. Потом цена второй раз подошла, там чуть побольше отскок сделала. Но когда цена подошла уже в третий раз и начала проторговываться в зоне, то есть одно железное правило, что если цена заходит в зону продавцов, и не может с нее полноценно выйти вниз, начинает в ней проторговываться вместо быстрого отскока, то чаще всего такие зоны будут пробиваться. Так оно в итоге вышло. У нас сформировали перекрытие сегмента. При перекрытии сегмента с этой вот области как раз в основном ожидаются добой вверх. Поэтому здесь у меня как раз прямая корреляция получается между индексом доллара и его добоем в район 104.60-104.70. Это просто промежуточная цель. Это не означает, что отсюда там будут как-то отскакивать. Но локально сюда очень большая вероятность сейчас добоя с учетом вот этого полного, причем стопроцентного перекрытия сегмента. И также локальное накопление у нас вот здесь сделано по мере роста. Поэтому отсюда выход вверх у нас приоритетен. Следовательно, по евро это движение, откатное движение вверх. Может быть оно не будет таким большим, там не дойдет до 1-2, но нам нужно за что-то зацепиться. Потому что попутно здесь есть зоны, здесь тоже есть диапазоны для продаж, но они слабые. Они очень слабые, поэтому я выделил только вот самую-самую сильную. Дойдет – продадим. Не дойдет – ну тогда не будем просто никак дергаться. Индекс доллара эту же идею тоже лично как по мне подтверждает. По поводу золота. Значит, по золоту как раз на прошлом нашем брифинге цена была котировки в районе приблизительно вот здесь. Сколько? 2035, где-то вот там наторговывались как раз. И мы говорили о том, что либо с небольшой коррекцией вниз уйдем вверх на перехай, либо буквально там с текущих могут улететь. Получилось так, что коррекции вообще никакой не было. То есть цена вот так поэтапно двигалась, двигалась, двигалась. И в итоге улетели импульсы. У меня лично зона для продажи, серьезная зона для продажи. Вот она была заранее подготовлена. Две 100 и две 132 там с копейками. Этот диапазон был изначально построен по опционным вливаниям. То есть потому что это исторический максимум. Понятное дело, что туда никакие уровни попадать не могли, потому что их еще не существовало тогда. И также верхушка восходящего канала, то есть как предполагаемый диапазон. Я думаю, как раз вот 2.100, 2.130 у нас будет самый сильный разворот. Но цена там чуть-чуть даже выше. Там 2.144 с копейками сделала перехай. И в итоге идеальную, просто идеальную кульминацию вниз. При этом основные объемы, которые были изначально проталкивающие вверх, они все были перекрыты полностью вниз. При таком раскладе я лично не вижу здесь вообще никаких причин для того, чтобы золото, например, росло на перехай. В район 2060-2080, да, вполне возможно. То есть, но это опять-таки, это в рамках коррекции. Дальше движение я все-таки ожидаю вниз. И причем вниз в район вот 1950. Потому что, мне кажется, многие стали забывать по поводу того, как выглядят кульминации. Если взять аналогию, например, с маем месяцем, вот текущего года. Вот у нас 4 мая была очень похожая ситуация. То есть, когда цена, например, двигалась вверх, сделали красивую кульминационную свечу. Причем, кстати, здесь объем был даже меньше. Быстрое перекрытие вниз, заход в прошлую область накопления. Здесь была сформирована вот такая зонка продавцов. Цена сюда зашла, потестировала. И после этого достаточно длительное было падение вниз. Поэтому сейчас я считаю, что мы вот как раз на пороге вот этих вот первых шагов, которые здесь формируются. Конечно, да, к сожалению, нет четырехчасовой зоны для продаж. Там есть только лишь часовая зонка. Но, тем не менее, все равно это достаточно сильный диапазон. Так что, если его округлить, 2060-2080, отлично, как по мне, максимально сильный диапазон. Будет ли тестировать верхнюю вот эту границу? Ну, честно, я не уверен. Потому что здесь все, что нужно было, уже тестировали. По опционам практически все оттестили. Да, там есть дальние верхние границы в районе там 2200. Но я не думаю, что мы их вообще увидим в текущем году. Там после глубокой коррекции на будущее там возможно, да. Но сейчас в текущих я все-таки за движение вниз. А вот по поводу нефти. Вот здесь крайне любопытный момент. Значит, по нефти мы с тобой в прошлый раз 50 на 50 у нас вышло. Почему? Потому что, да, частично вверх действительно цена прошла. Когда мы проводили брифинг, там цена была около 77, насколько я помню. Или там даже чуть ниже. Цена, да, вверх прошла там. Практически дошла до 90. То есть там 79,60. Приблизительно туда сделали движение. Я вот ждал на 81,50. Здесь фиксироваться. И отсюда реверс вниз. Но, к сожалению, на ОПЕК пошло немножко не так. Как планировал. И поэтому сюда не дошли. Половинку сделки зафиксировал. Половину выбило по безубытку. Теперь, что есть сейчас. Значит, у нас достаточно крупные сейчас происходят накопления. На протяжении текущего контракта объем здесь пока еще не самый сильный. При этом внизу, если посмотреть все-таки на стратегические области поддержки, то у нас внизу, получается, есть из сильных диапазонов. Это 66,5. В общем, 67 даже округлим. И еще более сильный в районе 64,5. Поэтому я думаю, что у нас могут сделать такую промежуточную остановку в районе приблизительно текущих уровней. То есть немножко там откорректироваться вверх. У нас все-таки зонка продавцов очень красиво сформирована. И отсюда дальше спикировать вниз. Потому что каких-то серьезных сейчас поползовений для покупок у нас нет. Могу даже на часовом графике этот момент показать. То есть как вчера двигалась цена вниз. Да, здесь у нас внизу были очень сильные заливки. Я так чисто для интереса решил даже купить самую-самую малость. Уже без убытки. Поэтому я думаю даже, что придется очень скоро закрывать 5 копеек плюс. Но основные все равно объемы продающей, они остаются вверху. И будут давить на цену. То есть здесь это как внутренняя остановка. С учетом того, что у нас очень крупный объем был еще попутно залит на проталкивание. Так что при таком раскладе, и то это я показал максимально возможную коррекцию. Может она и вообще будет небольшой, и потом пойдут вниз. В общем, серьезных пока покупок я здесь не вижу. А если они будут, то это только через длительное накопление. Еще штук 5 выносов вниз. А потом уже только после этого можно будет смотреть на более-менее значимую. Но пока, по всекам случае, вот так. Так что здесь я с тобой соглашусь. То есть локально вниз добивать достаточно большая вероятность. Но единственное, по поводу золота, тут крайне осторожно. И индекс доллара. То есть пока больше выглядит на добой верх, а следовательно евро на добой вниз, но через коррекцию. И вот как раз диапазоны для коррекции основные показал. Денис, спасибо тебе за рекомендации. Нонфармы впереди. Опять же, они внесут свою лепту, конечно же, и расставят все точки над их. Потому что от качества цифр, данных, которые мы увидели, будет зависеть, во что дальше будут верить инвесторы и трейдеры. Но мы с тобой, как и всегда, будем держать руку на пульсе. Если четверг уже разберем то, как рынок отреагирует на нонфармы, посмотрим на то, где инструменты окажутся спустя неделю. Но рынки очень интересные. Движение инструментов явно доказывают. Золото. Опять же, новая история. Переписан вот этот план Кахая. Нефть. Посмотри, какой обвал буквально. Если анализировать дневной таймфрейм, то фактически буквально за полторы недели золото провалилось больше, чем на 15%. Опять же, еще не предел. Мы с тобой... Кстати, Артем, у меня вопрос к тебе по поводу нефти. Больше с фундаментальной точки зрения. Почему вообще сейчас некоторые еще смотрят на запасы, стратегические запасы нефти в США? Ведь, насколько я знаю, этот показатель был важен, когда США были импортерами нефти. То есть, в основном они покупали нефть. Но сейчас США вышли на первое место в мире по продаже нефти. И, собственно, газа тоже. То есть, они как чистыми экспортерами уже практически стали. То какая разница, какие у них стратегические запасы, если, по сути, это теперь новая бензоколонка? Ты знаешь, это дело привычки уже. То есть, статистики подсадили на классическую реакцию рынка на то, как меняются запасы. И учитывая то, что США, так же как Китай, ассоциируются еще с тем, что именно они генерируют основные показатели мирового ВВП, то здесь трактует этот ревиз очень просто. Если снижаются запасы, значит, они снижаются, потому что очень много нефти потребляется непосредственно в экономике США. Значит, она работает активнее. И, значит, она будет вносить свой вклад в рост показателя спроса. И реакция, соответственно, снижение запасов классически в нормальных условиях, это должно приводить к росту котировок. А сейчас, как ты думаешь, эта концепция актуальна? Да. Но этого не происходит в последнее время, поэтому есть то, что есть. Нужно пересматривать, конечно же, классическое представление о факторах, которые реально влияют на котировки нефти. Но поскольку все-таки запасы имеют место быть, и периодически они все-таки приводят к той реакции, к которой мы привыкли, то, наверное, еще какое-то время их можно будет анализировать. Ну, прошлая неделя, точнее, ну да, прошлая неделя и вчерашний отчет показал нам, что рынку действительно пофиг сейчас на все запасы, на решения ОПЕК, на китайскую статистику, вообще на все. И рынком правит какая-то внутренняя сила под названием психология, и какие-то внутренние, такие кулуарные игры, хедж-фондов и их алгоритмов, которые и провоцируют такие мощные движения. Такое ощущение, что восточные страны немножко так наказать хотят. Вот складывается такое впечатление. Денис, еще раз спасибо тебе за твою точку зрения, за обзор, за то, что подключился. Тебе хорошего закрытия недели и классных выходных. Спасибо. Спасибо тебе традиционно тоже отлично отработать эту неделю с минимальными потерями и максимальной прибылью. Спасибо, пока. Всем пока-пока.